200 километров марша, захват аэродрома, форсирование реки в Рязанской области завершились масштабные учения ВДВ. Военная инспекция Министерства обороны проверяет воинскую часть и подразделение воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Туле. В первые сутки передовые подразделения дивизии на бронированной технике совершили марш протяженностью в 200 километров на полигонной Рязанской области. Вчера захватили вражеский аэродром. По легенде учений, по ходу движения военнослужащие постоянно сталкивались с внезапными атаками диверсантов, которые наносили ущерб технике. Задача на сегодня – форсирование реки Аки. 60 единиц техники и 400 человек личного состава форсировали водную преграду. Глубина здесь доходит до 12 метров, а берег специально выбран крутым. Три типа машин – боевая, десанта второго поколения, БТРД и самоходная артиллерийская установка 2С9. Все они с ходу переправились при условии воздействия противника. В ходе проведения дивизионных командно-штабных учений 2-й парашютно-десантный батальон усиленный совершил марш своим ходом из города Тулы в город Рязань, под населенный пункт Дядьково, где подготовил машины к преодолению водной преграды. На следующем этапе учений бойцы показывают свои стрелковые навыки. По замыслу на левом берегу Аки расположились незаконные вооруженные формирования. После огневого удара десантники форсируют водную преграду, выходят на берег и добивают противника. Стоит условный противник. Это мишени для пехоты, мишени для гранатометчиков, мишени для наших БМД, боевых машин десанта. Каждый поражает свою мишень. Мы сегодня покоряли водную преграду река Ака, переплывали на своих боевых машинах десанта. Вот это моя машина. Справились с задачей на все пять баллов. Я считаю, что преодоление препятствий достойно прошли. На завершающем этапе десантники уничтожают противника. Артиллерия наносит огневой удар по выявленным вражеским силам. Бой ведет парашютно-десантный полк силами более двух батальона тактических групп. Передовые подразделения полка выявили нахождение, а затем нанесли удар. Затем на рубеж выходит противотанковая батарея и стреляет противотанковыми управляемыми ракетами. За два дня поражено более тысячи мишеней. Использовано более полутора тысяч боеприпасов. А всего в маневрах десантников задействованы три с половиной тысячи военных и 350 единиц боевой техники.